так разобрал вентилятор от блока питания этот тоже снял чем смазать прочистил там все вообще-то было все нормально и что я решил взял вазелин вазелин давал туда ну посмотрим еще сейчас чуть-чуть подвалю потом надо будет купить термопасту эту старую чистить завтра пойду магазина это не важно это все ясно самое интересное как бы меня там не уверяли надо какие-то специальные смазки хотел сначала машинную потом думаю вазелином соберу потом посмотрим думаю хуже не станет вот блок питания поставил завтра понесу этот возьму с собой этот вентилятор хотя он вообще-то неплохо крутится я его буду брать с собой так на всякий случай пойду завтра за термопастой больше ничего мне здесь не надо так что так что я хочу сказать значит вентилятор на блоке питания вазелином смазал все поставил значит кто принимал участие в этом деле одеколон советский красная москва вазелин из домашней аптечки пинцеты отвертки но единственная дорогая вещь которая была давным-давно уже куплена это средство для чистки экрана монитора потому что этим одеколоном нафиг его знает был ацетон ацетоном я не стал потому что пластмассу разъезд само собой вот такие вот дела значит посмотрим как он будет на вазелине работать ну конечно будет куда он денется так что этот ремонтик точнее это не ремонт а обслуживание можно назвать сверх бюджетным так наверное и назову это видео но все уже начал собираться комп твину туда и забыл одного из самых главных участников этого сверх супер бюджетного обслуживания компьютера это старый советский пылесос ракета 7 руки трясутся вот чердака смотрю поработает еще выдувал всю пыляку старичок так вот день 2 значит сходил купил термопасту какую-то хитрую совсем копеечная в комплекте даже два сокера есть написано честно что сделано в китае такая вот упаковка была с кучей инструкции всяких 260 2 сокера разных размеров вот такая вот упаковка значит что я сделал самое главное что я хочу показать на блоке питания вентилятор значит я вскрыл и смазал как я уже говорил вазелином вот это вот на материнскую плату вентилятор и насколько я понимаю он он вообще не обслуживаемый это не болты не гаечки не шурупчики это черт знает что с этой стороны этикетку взял даже лупу взял пытался рассмотреть ничего подобного все закрыто запаяна а ломать я не собираюсь да и нормально он крутится поставлю так значит почистил алюминиевый радиатор но этом кулере при помощи старый стер старую эту термопасту старенькой какой-то нашел чип карточкой от телефона там тоже это все бликует ну там видно тоже этой карточкой все стер обработал все тем же одеколоном красная москва и протер единственный дорогой вещью которая здесь есть это для чистки монитора ну что то тоже на основе каких-то там керосинов все сейчас буду смазывать термопастой и ставить все на место так посту термопасту размазывать не буду это многие даже и не то что не советует а просто говорят что непонятно зачем размазывать хотя в этом наборе термопасты было даже специально вот лопатка такая они пленочка можно снять и использовать видимо как как мазательный как шпателем или как он там называется сейчас приложили прикрепим ну вот и все извините что инструкция не пошаговая но этого этих инструкций в интернете чересчур много все стоит на месте единственное что я хотел еще сказать надо где-то присобачить еще один вентилятор на вытяжку вот здесь вот есть специальное место и сегодня был магазине они там продаются просто я думаю надо подешевле подыскать и проблема в том куда его подключать совет был на одном из роликов из блока питания но из блока питания смотрю целые кишки торчат в большом изобилии вот три штекера свободные не знаю не представляю даже куда его подстегивать пристегивать но летом наверное он бы не помешал вот и все что я еще хотел сказать все собираем не а был еще один совет вот в этой крышке на делать побольше дырок хотя тут дырки и так есть вот даже можно куда вентиляторы присобачить тут место аж даже для целых трех но там один посоветовал так делаешь выпиливаешь большую дырку ставишь обыкновенный комнатный вентилятор и он туда дует и никаких проблем нет повторяю или я не говорил что проблема началась того что я один раз первый раз неделю назад этот кулер снял пропылесосил почистил и обратно поставил его на старую как новую термопасту не накладывал и что у меня началось мне начал отрубаться монитор все работает просто экран темный включаю через 10-20 секунд выключается монитор лампочка монитора горит монитор не работает хотя звук идет все процессы проходят и если я что-то печатаю кому-то что-то пишу или просто печатать я могу продолжать дальше печатать это все там будет печататься я монитор отключаю кнопкой через несколько секунд опять включаю он работает показывает ровно 10-20 секунд и вот проблему это я выложил там на одном форуме пообщались немножко пришли к такому выводу что это все-таки на материнской плате не хватает на видеокарте охлаждение может быть ссылку с этого форума где мы эту тему обсуждали я тоже выложу под видео все спасибо собираем компьютер еще одну секундочку вашего внимания поэтому по этой термопасте вот она такой коробки там этот сам шприц вот это вот лопатка такая вот фиг его знает может это не лопатка я просто так думаю что это лопатка вот два сокера разных размеров и вот сама это упаковка если кого заинтересует брал на агентском рынке где магазин максима только на втором этаже и честно написано made in china видно кажется ну теперь уже все